что когда человек занят повседневными делами, заботами, то есть он одинок в жизни, и он только на работа-дом, работа-дом, в этой атмосфере трудно создать семью. Познакомиться не трудно, потому что все равно же хочется красоты, любви, и на работе девушки строят глазки парням, и парни пытаются познакомиться с девушками. Все это происходит, но среда, в которой это происходит, не способствует созданию семьи. Да, она способствует постельному режиму, способствует там много чему, барам, кабакам, ресторанам, гулеж, ну как бы нет проблем, но чтобы человек потом тебя взял замуж, неизвестно, потому что не знаешь, сколько у него совести. Кроме того, еще надо понять, что у женщины есть два типа энергии привлекательных. Я много раз об этом говорю, еще раз хочу на коктую. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам, а также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. Один тип энергии — это тот энергии, который примагничивает к женскому телу и привлекает, возникает у мужчины желание секса. Та женская энергия, которая возбуждает мужчину, вызывает в нем желание наслаждаться ее телом. Второй тип энергии — это энергия не красоты тела, а красота сердца женщины, а точнее ее доброта, если правильно сказать, как она характеризуется этой энергией. Это доброта женщины. Она заставляет мужчину заботиться о ней и создавать с ней семью. Доброта сердца женщины — более важная энергия для построения стабильных отношений. А внешняя привлекательность важна, чтобы кто-то примагнитился. Если у женщины нет хороших качеств внутри, к ней много примагничиваются, но они остаются рядом. А если у женщины есть только хорошие качества, но не есть привлекательности, тогда никого нет рядом. Но если кто-то попадается, остается надолго. Понимаете, вот как бы две противоположности, а не как работают. Поэтому девушка, которая не замужем, она не должна быть слишком уж скромной. Надо, по крайней мере, стараться быть в обществе людей, служить всем, заботиться, быть румяной, счастливой и доброжелательной. Не нужно вот ходить и всем там как-то улыбаться там вот так. Не надо этого, нет необходимости в этом. Но доброжелательность — это признак обаятельности женщины. Следующее, что нужно понять, это то, что лучше всего, если какое-то время в жизни неженатым, незамужним людям проводить в том месте, в тех местах, где встречаются совестливые люди. Это духовные программы, какие-то мероприятия, какие-то ретриты, фестивали, где люди не просто на лекцию пришли, сели, а где люди общаются, какие-то тренинги, где они могут познакомиться. Понимаете, если человек ходит на такие программы, то возможность найти совестливого человека, мужчину себе, который бы захотел взять замуж, больше шансов. Но также женщина должна еще понять тот факт, что большинство одиноких женщин просто в сердце не хотят замуж. Да, они хотят найти себе человека, они хотят создать семью, они хотят, чтобы кто-то был рядом. Это факт. Но замуж не хотят. Потому что замуж означает... Для женщины это аскеза сердца. Замуж — это аскеза сердца, это не балдеж. У женщины сердце очень ранимое, очень хрупкое. И вот вулкан какой-то, огнедышащий вулкан мужской психики, принять к нему очень сложно. Поэтому женщина и хочет как бы найти себе именно такого, в который бы сердце зашел и там не дернулся. Понимаете? Но вот эту, как бы, такую вот идеальную ситуацию в наше время создать очень сложно, потому что сердце не такое чистенькое, чтобы там кто-то туда прямо зашел с радостью. И у мужчины тоже перевелись богатыри на земле русской. Понимаете? Другими словами, не та ситуация, атмосфера нравственного развития людей, чтобы вот так все склеилось само. Поэтому для создания семьи сейчас женщине больше нужна помощь старших, чтобы ей сказали, «Да, с этим перетрешься, сможешь выжить. Он не угробит твое хрупкое сердце». Чтобы кто-то должен помочь выйти замуж раз. И нужно знать, что первое время придется мучиться в отношениях, а не быть счастливой. Когда женщина принимает эти два факта, ей уже легче выйти замуж. Потому что вот это вот ощущение, что мне должен кто-то приклеиться сам, и все, и не напрягаясь, я буду с ним хорошо жить, вот эта вот иллюзия женская, она может женщину продержать в одиночестве всю жизнь. Мои хорошие, всю жизнь. И не факт, что когда приклеился, и ты влюбилась в него, не факт, что это означает, что ты будешь с ним, так сказать. Потому что по-женски женщина должна так мыслить. Понимаете, есть два типа вообще мышления. Первый тип мышления. «Мне должен понравиться человеку, я должна его сильно полюбить, когда я за него выйду замуж». Поймите, это неблагоприятная ситуация для женщины. Потому что всегда в любви есть одна только направленность. Стрела бьет в одно сердце, а второе отвечает взаимностью. Если вы хотите влюбиться в кого-то, тогда знайте, мужчины по своей природе, они меньше склонны принимать чужую любовь. Мужчины в любви более эгоистичны, чем женщины. Поэтому лучше позвольте кому-то в себя влюбиться и дайте ему возможность наслаждаться вами. Первое время вам не будет так приятно с этим человеком, как вот девушка встала. «Ну, мне так нехорошо. Я хочу сама любить». Нет, моя хорошая. Позволь себя любить, прими любовь человека и потом служай ему. Не плюсь его любовью и требуй больше, а начни ему служить, и тогда ты почувствуешь его красоту, и тогда ты полюбишь его сама. И вот тогда в твоей жизни будет счастье. Пронимите руку у кого-то. Не верьте мужчинам. Лучше позвольте влюбиться в себя. Когда девушка не любит, когда в нее влюбились, она думает, что что? Он ко мне, от меня хочет. Я не чувствую от него ничего такого. Это неправильно. Позвольте влюбиться в себя, дайте человеку ухаживать, понаблюдайте за ним и просто чувствуйте хороший человек выходить замуж. Не надо от этого всего ждать чего-то там. Иначе потом песенку эту придется слушать. Итак, Конечно, хочется вот этого светлого чувства, светлых отношений, хочется счастья. Но, знаете, это бывает в основном в юности. И бывает не всегда. Не всегда можно вот таких ярких впечатлений как бы достичь в жизни. Лучше всего просто искать хорошего человека в жизни. Лучше найти того, кто даст стабильность в жизни, помощь, защиту. Вот. Конечно, вот эти вот песни о том, как красиво этот становится мир, от влюбленности. Это тоже хочется в жизни. От этого никуда не деться. Но лучше дождаться чистых светлых отношений с тем человеком, которым тебе Бог дал, чем мечтать о том, чего на самом деле твою жизнь разрушит. Вот она мечта. Давайте проведем статистику. Поднимите руку, кто испытал это чувство, создал семью, остался вместе. Смотрите в зал. Видите, да? Теперь, кто испытал это чувство и разбил свое сердце от этого? Не меньше. А вот теперь сейчас будет небольшое отрезвение. А кто вот создал семью без сильного такого чувства и нормально живет? И те отрезвение заключается в том, что большинство мужчин создалось мир. Ничего не испытал. 50% сейчас одиноких людей в России. Мужин и женщин. Статистика. Это означает, что люди живут в делах. В делах, в заботах, а не в любви. Когда в Сан-Франциско приехал, я пошел по улице гулять, смотри, нет людей. И думаю, нет людей вообще? Где люди? Я, свой друг, который меня пригласил туда лекции читать, говорю, где люди-то? Он говорит, люди в машинах. На улице людей нет. Я говорю, а как они знакомятся? Никак не знакомятся. Одиноких много. Понимаете? Люди живут в интернет-машинах. Знакомятся по картинке, по интернет-картинку. Взял дизайнер, пришел, поставил девушку в определенное положение, накрасил ее, сделал картинку и поставил ее на сайт, чтобы зарабатывать на ней деньги. Хочет познакомиться красивая девушка? Вот такая картинка. Вот. Давайте, знакомьтесь. Ну, знакомятся, звонят там мужчины, которым понравилась картинка. Половина из них вообще не хотят ее замуж брать. Даже больше. Хотят просто понаслаждаться этой картинкой. Понимаете, это не та среда, в которой возникает семья. Нужно больше духовности, больше духовной жизни, больше молитвы, если вы хотите совести в своей жизни. Если вы хотите, чтобы кто-то взял ответственность. Потому что мужчине для того, чтобы жениться, для этого надо ему себя немножко поломать. в наше время же мужчины нагулялись, они это там такая, сякая, и такую он видел, и сякую видел. И вот почему я именно эту должен брать замуж? Грун, много еще и получше. Вот почему именно эту? И потом она меня мучает постоянно, что-то капризничает. Понимаете, очень мало мужчин ответственных, совестливых. Начал встречаться, создал семью, очень мало таких мужчин, редко встречаются. А если даже такой встретился, то девушки тоже глупые в основном. Они хотят себе какого-то идеала, которого вообще нет, не существует в природе. Половина мужчин вообще деградировали, а из тех, кто не деградировали, те, кто остались, они не идеал. Но как же девушке выйти замуж? Надо иметь немножко мозги для того, чтобы выйти замуж. Надо принять то, что Бог дал. А это трудно. Придется поплакать в подушку немножко. Зато потом будет семья. поднимите руку, у кого вообще никому не попадается. вот для вас, кто подняли руки, самая главная духовная жизнь. По милости Бога вы обретете семью. Погружайтесь всем сердцем в духовную жизнь и там, в этой духовной жизни вы обретете семью. Чем больше молитвы, тем больше возможностей. А всем остальным это сменить понимание, концепцию своего счастья. Если человек мечтает о счастье, он находится в невежестве. Если человек пытается улучшить свое положение, в этом мире он находится в страсти. Если человек работает над собой и служит другим, он находится в благости. Именно в благостной среде возможности колоссально возрастают жениться и выйти замуж. Но все равно они не бесконечные, потому что наше общество парализовано аморальностью. Там, где аморальность развивается, там семьи рушатся и создать их становится тяжелее. Вот та ситуация жизни, в которой мы находимся, плюс большой город. Большой город также означает одиночество, потому что люди очень сильно заняты и мне когда близкие отношения друг с другом строят и культуры таких нет. Такой нет, потому что большой город означает, что люди все немножко с опломом. Вот идите, допустим, в деревню, приедете, допустим, в гости кому-то в деревню, выйдите на улицу просто, к вам подойдет какая-нибудь женщина, ты откуда? И она сразу строит близкие отношения. И ты так расслабляешься, говоришь, я такой-то и все, и сразу пошли отношения, дружба пошла, понимаете, там с этой поговорил, с тем поговорил, то есть люди-то знают друг друга, у них близкие отношения, потому что они простые. А чем развите город, тем люди менее простые, они более с таким опломбом, а этот опломб отгораживает людей друг от друга, не дает возможность познакомиться, не дает возможность создавать отношения. Вот представьте, какой облом, допустим, у людей, которые в странах, которые считаются более цивилизованными, там еще хуже с этим. В среднем, по статистике, в Америке пять лет нужно дружить, чтобы создать семью, пять лет дружить, а познакомиться еще сколько до знакомства вообще там. у нас, слава богу, с этим все просто, но трудность знакомства тоже увеличивается с возрастом нашей цивилизации, то есть, чем дальше лес, тем меньше дров. Почему? Потому что занятость возрастает, и оплом в сердцах людей тоже растет. Так я осветил тему, то есть, я вам дал такое вкратце представление о том, что происходит, то есть, картину описал. Где же победа? Победа для людей всегда означает только одно, это идти в то, туда, где счастье. Если вы одинокий человек, идите в отношения с людьми, почувствуйте доброту человеческую, учитесь видеть, чувствовать сердце человеческое, учите любить людей, не конкретно искать себе мужика, там, парня какого-то, это очень маленькая какая-то там группа людей, ищите отношения с людьми, заботитесь о людях, старайтесь любить людей вообще вокруг, заботиться о пожилых людях, которые нуждаются в заботе о детях, заботитесь о животных, заботитесь о птицах, сделайте свое сердце заботливым, когда сердце становится заботливым, оно привлекает к себе человека, только после этого, но условие такое, когда ты перестанешь быть одинокой, несмотря на то, что у тебя никого рядом нет, именно тогда у тебя появится человек. Формулу услышали или нет? Женщина, девушка перестает быть одинокой, ей так хорошо жить, у нее много отношений, она очень заботливая, она всех любит вокруг, в этот момент, когда она так себя ведет, у ней появляется в жизни человек, потому что именно такая всем нужна. Таких девушек, кстати, никогда не найдешь одинокими. Вот я вам честно говорю, если девушка так себя ведет, очередь выстраивается для того, чтобы ее взять замуж. Почему? Потому что это очень большая редкость. В основном все девушки мечтательницы, они хотят найти себе кого-то, ставят себе какие-то очень высокие планки, если кто-то в нее влюбляется, она капризничает рядом с ним. То есть в основном девушки все несчастные и неудачницы. Почему? Потому что они привлекают в себе энергию любви, они отдают ее из своего сердца, они скупы на сердце, у них нет желания служить, отдавать себя, а есть желание принимать и ждать. Вот когда девушка с помощью духовной практики переворачивает свое сердце вспять, когда она становится другой, когда она меньше спит, меньше плачет, меньше смотрит телесериалы, а больше молится, рано встает и всем служит, дружит со всеми, изучает, как правильно жить, тогда постепенно в ее жизнь входит семья. для парня это означает победа в двух направлениях. Первое, победа над своим телом, мужчина должен развивать свое тело, должен быть крепким, и второе, для мужчины семья означает победа над своим характером, он не должен бегать за женщинами, мужчина думает, если я буду бегать за женщинами, я создам семью, нет. Нужно покорить сердце женщины, а не приклеиться к ней. Ты можешь приклеиться к ней, но сердце останется далеко от тебя, и вы часто мужчины это именно такой вариант испытывают. Вот девушка рядом, я даже ее в постель затащил, что дальше? Настал твоей женой? Нет. Почему? Потому что девушка, чтобы выйти замуж, она должна поверить в человек, а чтобы поверить в мужчину, для этого он должен быть героем. Женщина может поверить только в сильную личность, она не может просто в кого-то там поверить. Поэтому мужчина должен побеждать себя в жизни учиться, быть сильным, и тогда за ним кто-то пойдет в жизни. Вот и все, такая тема. Часто мужчины думают, что чтобы жениться надо просто искать. Они бегают по женщинам, пытаются найти себе покрасивее, получше, знакомятся, наслаждаются жизнью, думают, когда-нибудь я женюсь. Нет? Чем больше мужчина гуляет, тем меньше шансов ему жениться, потому что он начинает копаться в женщинах. Он начинает легче распознавать в них недостатки. Чем больше мужчина общается с женщиной, тем легче распознает женские недостатки, тем больше ранится этими женскими недостатками, тем больше их боится, и тем меньше шансов у него жениться. Лучше бы он не знал характер женщины и вкушал бы эти недостатки уже в семейной жизни и преодолевал их с помощью работы над собой. Тогда возможность жениться есть. В этом мире нет девушек, которые бы не вызвали боль, и нет мужчин, которые бы не вызвали боль. В этом мире все мучают друг друга. Но иногда не сразу. Итак, мы говорим о создании семьи в крупном городе. Трудности и преимущества. Какое преимущество? Если человек живет в благости, большое преимущество, потому что много мероприятий. Туда сходил, туда сходил. Самое главное не урабатываться. Если человек хочет создать крепкую ячейку в обществе, в своей жизни, ему не надо сильно много думать о своем доставке. Понимаете, с хорошим человеком можно жить даже там, где Бог дал. Вот как живешь, как Бог дал, так и живи. И детей можно там тоже заводить, нет проблем. Не надо думать, что вот нужны какие-то идеальные условия для того, чтобы создать семью и заводить детей. Это неправильное мышление. Трудности всегда укрепляют человека. Все дети, которые в таких комфортных условиях развились, они все страдают ленью и недостаточной силой воли, возможностью победить. А все дети, которые выросли в трудностях, они все желанные. Все дают человеку победу над судьбой. Радость родителям приносят. Я когда родился, у меня родители жили в бараке. Семей 10, наверное, жили. На каждой по комнате. Вот 10 комнат. Одна кухня на всех. Я помню, мне было 3 с половиной года, я уходил рано утром на кухню, вытаскивал со всех столов посуду и духовную программу организовал. Тарабанил поедем. Где-то часов 5 утра будил соседей. Ничего, нормально. Почему вот люди думают, что чтобы ребенок вырос каким-то хорошим, там нужно обязательно идеальные условия создать. Человек не должен думать, что у него все сразу должно получиться. Если в достаток вкладываешь силы, значит останешься один. Нужно силы вкладывать в семью. Это главное. Главнее, чем достаток. Особенно для женщины. Чуть-чуть что-то есть, покушать есть, чуть-чуть уголочек пожить есть, вот и нормально. И дальше силы, создание семьи все надо вкладывать. Для женщины, для девушки. Для мужчины, ну, надо развивать себя больше времени тратить. Да, когда мужчина трудится, тоже он развивает себя. Но если у него нет духовной жизни, нет молитвы, нет наставника, то жизнь тоже такая, пасхурная. Возможности быстро развиться очень мало в этом случае. Вот у нас большой подраздел, создание семьи. Конечно, я не сказал все. И невозможно все сказать, потому что я говорю в общем. А если вы хотите в частности, тогда, может быть, нам стоит сейчас что-то обсудить. Кто-то будет поднимать руки, давайте. Именно по этой теме, да? По этой теме? Нет? Нет. Только по этой теме вопрос. Хорошо, ваш вопрос. Микрофончик, молодой человек. Уже теперь по этой? Ну вот я уже молодого человека спросил. Вставай. Я хочу поблагодарить вас, в первую очередь, за ваши лекции. Задусь за ваше творчество. А где вы? Я вас потеряю. А, все, все, давайте. Можете садиться. Все, я вас вижу. У меня такой вопрос. На какой стадии самореализации мужчина должен задуматься о создании семьи? Ну, в плане работы, достатка, вот, в каких моментах? Сам вопрос означает, что вы не хотите создавать семьи. Сколько вам лет? 26. Ну, знаете, тут, может быть, больше возраст играет. Я думаю, что мужчине, где-то начиная с 28 до 35, в наше время, в наше время, недоразвитости людей, мужчин и женщин, надо думать о создании семьи. Просто, понимаете, если говорить о стадиях развития, вы можете же и не дойти в своей жизни до этой стадии развития. Знаете, такое бывает, что мужчин не доходит. Я не про вас конкретно говорю. Вообще, просто человек может не дойти до этой стадии развития. Что теперь? Одному оставаться? Понимаете, мужчина создаёт семьи, когда у него хватает силы терпеть женский характер. Вот в чём заключается его стадия. Когда у него хватает мужества и силы терпеть женские колкости, всякие капризы, тогда он способен создать семью. У вас хватает на эту силу? Ну, это сложно. Нет, пока нет, я вижу, да. Пока, значит, надо развиваться. Но не гулять при этом, не гулять. Потому что, если вы развиваетесь и гуляете, вы обманываете девушек. И за это получаете плохую судьбу. Надо оставаться одному, развиваться. А если девушка появляется, ну, ничего страшного. Значит, надо пробовать отношения строить, мучиться. И, может быть, в этих отношениях вы и разобьётесь. Девушки быстрее развивают парней, чем они сами себя развивают. Так вот, надо сначала развиться, а потом уже создавать семью. Или же совместно как-то вот это. Но эта жизнь ваша уже покажет. Если кто-то приклеится, тут уж ничего не сделаешь. Будет совместно, значит. Ничего, нормально, и так, и так. Мужчина должен стараться быть один и работать над собой больше времени. Пока он не увидит, что к нему кто-то приклеился. Но если мужчина гуляет, и он думает, что он развивается. Вот это и есть бред, который разрушает его жизнь. Надо оставаться одному. А если кто-то появился, развивать отношения. Не получилось развивать следующим. Или опять оставаться одному. А если получилось, то создавать семью, а не вступать в гражданский брак. Ответственность брать за девушку, понимаете? Иначе в её сердце трещина начинает возникать. Если мужчина не хочет брать за неё ответственность для женщины, это самое большое предательство в жизни. Надо вести её в ЗАГС самому. Не то, что как ждать, когда она сама намекать будет. И вести её в ЗАГС, венчаться с ней. Показывать, что ты готов ответственность взять за её жизнь. Это очень сильно вдохновляет девушку. И она потом становится верной женой, когда мужчина так себя видит. Потому что самая большая трудность в сердце женщины – это страх перед мужчиной. Она боится, что он её предаст. И поэтому она из-за этого страха капризничает, злится на него, мучает его. Просто из-за того, что он не ведёт себя так, как бы она хотела, чтобы можно было бы ему предаться. Понимаете? А мужчины боятся девушек. А вдруг она будет вести себя неправильно со мной. Я сейчас её возьму замуж, потом замучаюсь с ней. Понимаете? Вот эти вот страхи надо убирать мужчине. Как бы брать ответственность. Самое главное, критерий девушки и мужчины – это духовность. Запомни. Если человек склонен к духовной практике, то он дальше будет меняться к лучшему. Направленность, вектор человека очень важен. Хочет, нравится слушать лекции, она духовная тема. Нравится развиваться как личность. Это самый важный критерий для веры в будущее с этим человеком. Это не касается тех, кто уже вместе живёт. Это касается тех, кто строится. Если у вас один путь, особенно в жизни, это ещё лучше. Вот в этом векторе надо мыслить. А когда вы разовьётесь? Вы знаете, мужчина развивается только, когда у него есть ответственность за людей или ответственность за женщину. Когда он просто сам в полёте живёт, как он будет развиваться? Мужчина также развивается в духовной жизни, когда он аскезу совершает. Но если человек просто живёт, работает, сработает, дом там, и у него нет никакой ответственности ни перед кем. И как он разовьётся, как он станет крепким, как он сможет принять в свою жизнь женщину, детей и так далее. Это нереально. Можно так много лет жить. Развивайте себя как личность. Если вы не будете развиваться, придёт время, Бог вам даст человека. С этим человеком развивайтесь, значит. Вы услышали меня? Да. А можно ещё раз вот критерии развить? Какие? Если вы сможете терпеть женские эмоции, выдерживать женский характер и при этом не убегать в засаду, это и есть главный ваш критерий. А также второй критерий – это вера, что всё будет хорошо. Несмотря на то, что близкая девушка капризничает, говорит, у нас мало денег, вы говорите, у нас всё будет хорошо. И улыбаетесь. Значит, что вы развивались. Спасибо. Возраст от 15 и выше. У девушки такой возраст, когда девушка способна отдать себя мужу без сильных капризов, просто отдать себя в семью, отдать мужу. Это значит, что она готова выйти замуж. Страх, когда слабее силы воли, когда девушка в сердце своём знает, что уже пора всё жениться, выходить замуж. Хватит бояться, хватит мечтать, хватит чего-то ждать от жизни. Бог дал человеку и слава Богу. Это значит, что у ней мозги уже встали на место. А до этого момента она будет оставаться одна. Хочет она или нет. Пока она будет мечтать, пока она будет бояться, и пока она будет требовать от мужчины слишком много, а не принимать его характер, она будет оставаться одна. Такого критерия развития женского психики. Слышали? По теме, да? Вопросы именно по теме. Давайте вот девушка с косичкой. Да? Вот косичка, вот правильно, я увидел. Скажите, пожалуйста, что делать, если девушкам, как правило, приведяется с женатым мужчиной? Не пытаешься я, за счётом ваших знаний, объяснить, что должны быть ответственностью перед своей семьёй? Она даже вообще, даже не надо с ними общаться, просто даже разговаривать не надо. Прилепился женатый, надо просто его отлепить. Девушки знают, как отлеплять. Просто вот так. Я дарю тебе весь мир. А если к вам прилепляются только женатые, это значит, что вы не хотите принимать в своё сердце дикого неряшливого коня. Вы хотите хорошего, запряжённого скакуна. То есть, не хотите трудиться, понимаете, в мишеньке. Потому что, как бы, неженатый мужчина, он как выглядит? Как дикий конь, такой, как бы, необтёсанный такой, знаете, грубый такой, необтёсанный дикий конь. И, как бы, его надо обтесать, притесать, его надо, как бы, ну, сделать из него человека. А сначала делать вид, что всё классно. Представляете, это же не просто ходить с таким человеком, улыбаться ему, а он дикий такой, дикий конь. Понимаете? И потом, постепенно из него сделать нормального цок-цок-цок-цок скакуна. Понятно, что скакуны больше нравятся, но их уже обкисал кто-то другой. Это нечестно переманивать скакуна у труженицы, которая вложила в него силы и сделала из него человека. Я подкладываю женщину в человека, а они потом... Переходят таким, как вы, да? Спасибо вам. Спасибо. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, за эту шутку. Хорошо? Да. Мужчина всегда хочет моложе и красивее. И так будет всегда в этом мире. Мужчина всегда будет мечтать о моложе и красивее. А женщина должна все свои силы в семейной жизни отдать в служении Богу. Потому что только один защитник в этом мире это совесть. Вы не сможете защититься никак и ничем от молодых девушек. Потому что наше общество не защищает семью. В нашем обществе нет защиты семьи. И если вы живете с мужчиной, вы не сможете никакими способами сделать так, чтобы он не смотрел на других девушек. Есть только один способ. Это духовная жизнь семьи. Если вы создаете атмосферу в духовном доме, если вы готовите освещенную пищу, если в вашем доме появляются возвышенные люди, священники и так далее, если ваш дом рядом с Богом, если там есть алтарь, там нравственные фильмы вместо всяких телесериалов, это значит, что также совесть и в мужское сердце скупое до совести зайдет. Потому что мужчине нужны победы в жизни. Ему нужны победы, ему нужна воля, успех. очень сильно для мужчины в жизни. И совести в сердце мужчины не бывает на первом месте. Совесть в сердце мужчины не бывает на первом месте, потому что Бог мужчине дает совесть через его жену. Вот когда женщина с любовью относится к мужчине, прощает ему все И напоминает ему о его совести, с любовью напоминает, что вот так некрасиво себя вести, вот так вот некорошо. Да не касается взглядов на других женщин, касается вообще всего в жизни. Если женщина с любовью заботится о мужчине, напоминая его мужской долг, тогда совесть всегда живет в его сердце. И когда он начинает смотреть на молодых девушек, а смотреть он будет обязательно, потому что на них невозможно не смотреть. Если так они устроены, что они притягивают всех взглядов, тогда совесть будет побеждать, и он будет оставаться женой. А если Бога не будет в семье, а будет только работа, дом, дети, тогда ничего его не задержит. Даже дети не задерживают мужчину, чтобы уйти из семьи. Никто ничего не задержит, только совесть может задержать. А совесть это равно Богу, запомните. Совесть и принадлежит человеку, это то, что принадлежит Богу в нас. Бог живет в нас в виде совести. И если женщина культивирует совесть семейной жизни, она гарантирует себе защиту от разрушения ее собственной семьи. И даже бывает так, что сама женщина хочет ее разрушить, и не может. Потому что в семье живет совесть. А если в семье живет достаток, работа и все остальное, это все не защищает. Дайте микрофончик. Добрый вечер, спасибо большое за возможность задать вопрос. Вот сложилось в моей семье так, что я и супер в разные веры. Это имеет значение для того аспекта, о котором мы только что говорили? Или это для совести? Есть один святой царь, и его спросили, какая самая лучшая вера на земле. Причем там была такая ситуация, что если бы он неправильно ответил на вопрос, он бы погиб сам, и погибли бы его братья. Он ответил правильно на этот вопрос. Что самая лучшая вера на земле – это добросердечие. Самая лучшая вера, она не принадлежит никакой вере. Когда люди свою веру основывают на любви к людям и принятии их взглядов, их веры. Когда люди основывают свою веру на том, чтобы принять человека таким, какой он есть, и не навязывать ему ничего, тогда этот человек действительно верит в Бога. А если человек навязывает кому-то свою веру, а тем более готов убить человека, если он не его верит, тогда у этого человека в сердце точно нет никаких отношений с Богом. Хотя этот человек в Бога и верит. Потому что, понимаете, верить в Бога недостаточно. Нужно еще иметь с Ним важное отношение. Понимаете? Первый признак отношений с Богом – это совесть. Когда человек с Богом начинает строить отношения, то совесть сразу вскрывает в Нем все трудности, неправильности его жизни. Это первое, что для человека делает Бог, если он верит в Него правильно. А если человек Бога верит неправильно, то Бог человеку дает слепость, фанатизм, жестокость и ненависть к другим духовным традициям. Это признак неправильности веры. И именно эта неправильная вера разрушает эту культуру, в которой мы живем. Все самые кровопролитные войны, все начала самых тяжелейших событий в этом мире, они возникали из фанатизма. Означает неправильная вера в Бога. Это и есть наказание человечеству. И это и есть ответ на ваш вопрос. Вы говорите, у меня, у нас с мужем разные веры. У человека не может быть разной веры. Есть только одна вера. Добра. Называется добросердечие. Если вы сможете сделать свое сердце добрым по отношению к его вере, это вдохновит его сердце сделать добрым, стать добрым по отношению к вашей вере. И тогда ваша семья будет примером в этом мире. Она будет самая лучшая. Понятно? Есть такой фильм «Джатка и Акбар». Смотрели? Нет? Посмотрите, это хоть и голливудский фильм, но там как раз об этом. Там царь Акбар, великий царь Акбар, который покорил всю Индию, он как раз был таким человеком. Почему он покорил всю Индию? Потому что он давал царям, которые сами приходили, складывали перед ним оружие, они складывали, он их завоевывал. Он давал им возможность культивировать свою веру и защищал их культуру духовную в том месте, в котором она была. Если он подчинил себе какое-то царство, он не менял там духовную культуру, он оставлял ее такой же, какой она была. И для доказательства этого он в жены взял... В то время дикий поступок совершенно для всех. Он в жены взял девушку, которая была не мусульманкой, а она индуизм велика. И в покое своих царских ей выделил целое большое помещение, в котором она индуистский экран установила. Везде кругом одни мусульманы, а она мусульмане, она поклонялась в традиции индуизма, и он ее поощрял, и больше того, ее освященную пищу ехал. Вот об этом фильме, что это за человек, и как он жил, какое у него было сердце. И сделано все правильно, показано. Если вы перенимете это, то у вас будет счастливая семья. Я в Казани общался с такими мусульманами, это было чудесное время в моей жизни. Я не буду рассказывать подробности, но я общался с людьми, которые также слушают и мои лекции, и они тоже именно такую позицию в жизни имеют, что люди должны научиться с любовью относиться к верам друг к другу и перестать с этой точки зрения враждовать. И они, как бы, очень близкие отношения со мной начали устанавливать, общаться, они слушают мои лекции. Я также побывал на службе на них. Это наставники мусульманские, это не просто какие-то прихожания, а это серьезные люди, любовно развитые. У нас был очень глубокий такой диалог, и у нас установились очень глубокие отношения. И сейчас вы можете видеть, скоро на моих ресурсах, контактах появятся и высказывания разные, и различные книжки там, если прочее. То есть я хочу, чтобы люди узнали излишних личностей и взглядов. Спасибо. Очень хороший, замечательный вопрос по теме. А вот это у нас Максим, который проводит консультацию по здоровью. Олег Сунцов – это очень возвышенная личность. Имеет статус наставника, я тоже получаю у него наставление. Прилететь, он пожалеет, какой очень спиренный и не богий человек. Первое, второе февраля. Руслан Нарушевич – это мой друг. Да, это очень приятно. Действие, люди рисовываются. Мне нравится. Хороший человек. До свидания. Дальше вопрос? Такие. Ну вот, девушка. Мы говорим о создании семьи больше сейчас, да? Или нет? Ну, может быть, о создании. Вообще, в большом городе такой момент по поводу мужчин. Вовлечение алкоголем, курением, развлечением, какими-то… Количество онлайн-пользователей игр только за полгода в России величинство двое. Ну, ну, так. Ну, просто то, что я наблюдаю в окружении. Так, и? Ну, как может женщина влиять на это? Изменением восприятия мужчины. Да, изначально ты встречаешь, ну, например… Есть такая пословица «Вы не золото из грязи, да помой». Для того, чтобы помыть, для того, чтобы помыть, нам золото любить сначала. А вы вот сейчас, когда мне задали этот вопрос, вы золото-то не видите? Ладно? Одинокая? Замужем? Да, я замужем. А, ну, хорошо, тогда… И ситуация возникла, например, ну, какое-то время, когда ребенок, ну, так скажем, небольшими дозами муж начал пить. И? Что это значит? Я не знаю, что это значит. Это значит, что любовь пошла к ребенку, а не к морю. Энергия вашей любви пошла к ребенку, а мужчине не хватает, он начал восприятия. Выполняйте ее с помощью грудного. Понимаете, женщина расслабляет психику мужчины. Мужчина все свои силы отдает в деятельность. Приходит домой, он такой напряженный, не имеет силы. И когда женщина, она думает о муже, думает означает, заботится, беспокоится о нем, вкладывает в него силы свои. Тогда его это расслабляет, и он не будет пить, потому что мужчина пьет, для того, чтобы снять напряжение. В этом кроется глубокий смысл этого поступка. Но если женщина получила ребенка, то что это значит? Это значит, что этот ребенок наполняет ее счастьем. Ее психика просто вот туда приковалась и не хочет оттуда отковываться. Понимаете? Она просто примагнитилась к этому маленькому существу, и ее оторвать от него невозможно. Этот феномен разрушения семьи, когда женщина получает ребенка, он очень распространен. И он связан с тем, что мы очень слабые существа, чуть-чуть счастья привалило, и все, этого достаточно, чтобы обо всем забыть. Понимаете, женщина должна помнить, что на первом месте в ее жизни после Бога всегда муж, а не дети. Потому что дети сегодня есть, завтра они уйдут куда-нибудь и своей жизнью будут жить. А муж должен остаться с вами всю жизнь. Видите, она ничего не меня не спрашивает. Это значит, то, что я сказал, это правда. Потому что, когда правда приходит в сердце, у нас сначала дает горький мед, горький вкус. А то он сладкий, потому что это мед. Правда это мед. Сначала горький вкус. Есть еще одна часть горького меда. А что, микрофон не работает? Его не надо выключать просто, вам не надо его выключать, чтобы его потом не включали. Скажем, всегда выключить. Нет, отдайте назад, захватится микрофон. А можно? Нет, надо отдать назад. Отдать девушке назад. Батарейка садится. Я понял, да. И еще кое-что хочу вам сказать. Вторая тема, которую бы я вам сказал, которую надо серьезно уделять внимание, когда мужчина пить начал, это духовная жизнь семьи. У вас есть похоронение в семье вашей дома? Есть алтарь, молитвы, есть ли? Ну, немного. Если в доме нет алтаря, значит, там будут жить духи. Понимаете, если человек сам не организовывает свои силы поклонения, значит, приходят естественные формы поклонения в этот дом. А сейчас естественной формой поклонения является бутылка. и телевизор, и интернет. Понимаете, во всех этих мероприятиях живут духи. Везде свои. Понимаете, когда человек ставит посредине стола на праздник бутылку, когда в самый ответственный момент жизни он говорит, давайте выпьем за это, это означает поклонение. Пытайтесь это понять, потому что человек верит в то, что он делает в ответственный момент жизни. Когда человек в ответственный момент жизни не идет в храм, он верит в Бога. Когда в ответственный момент жизни он поднимает спиртное, значит, он верит в вино. Когда человек верит в вино, это означает поклонение духом, потому что вино связано с духами. Я не говорю о обряде причащения. Это не вино, это другая жидкость, она принадлежит Богу, а не духу. Но это таинство, это понять очень сложно. Я говорю сейчас о том, что человек просто берет, наливает и пьет. Без всякого освящения, без храма, без службы, без всего. Так просто. Заливает себе брод. И при этом еще делает какую-то веру, тост. Вот это называется поклонение. Духом уже. Когда человек приходит домой и включает телевизор, и смотрит к нему, и верит в то, что там погасло, то это поклонение уже идет через телевизор. И там тоже ему накручивают мозги. Для того, чтобы он был счастлив. Но если человек приходит домой, он чувствует чистоту в доме, освященную пищу, он видит святых вокруг, на стенах. Когда духи из этого дома улетают, и совесть приходит, отрезвление, совесть приходит. Запомните, женщина учит мужа всегда через атмосферу, которая создается в доме. Она не может напрямую ему на мозги повлиять, потому что у мужчины мозги очень зажаты. Ему вот так вот просто сказать невозможно, он не слышит. Мужчина может слышать через расслабление. Вот когда он сел где-то, и он видит вокруг себя иконы, он слышит нравственные фильмы, он как бы находится в атмосфере, где ее есть молитва, тогда у него памс, и картинка встает правильная в голове, и у него сердце начинает совестью наполняться, он думает, хватит пить. Он сам должен к этому прийти, но женщина создает атмосферу для того, чтобы он к этому пришел. Даже просто готовя освещенную пищу, она создает такую атмосферу в его сердце. На мужчину можно только косвенно повлиять, так же, как и на мальчика. Мать тоже может через атмосферу повлиять на него, и атмосфера же мужчину и портит. Вот эти две вещи, первое, уделять внимание больше мужу, а не сыну, или дочери, и второе, создание духовной атмосферы семьи должны наполнить вашу жизнь сейчас, и тогда вы увидите, что вот эта вот сила, влияние духов на вашу жизнь будет уничтожена. А именно она вас удручает, потому что спиртное мужчину веселит, веселяющие духи, как действуют на семью. Мужчину они веселят, а в женщине, в сердце женщины вносят печаль и тоску. Это значит, что духи поселились, эти квартиры, надо выгнать с помощью духовной силы. Села микрофон, села батарейка, нужно. Все, мы на вопросах заканчиваем, про вопросы заканчиваем, у нас... А потом еще, какой один у кого очень важен? А потом еще у кого очень важен? Микрофон есть? Сейчас, микрофон. Последний вопрос. И мы сейчас дальше. Спасибо, Шаня Савельевна Геннадьевич. По поводу гражданского процесса, комментируйте, пожалуйста. Я не знаю, что это. Но это нехорошо. Я начала слушать ваши лекции, но в современный процесс уже посолный, в месяц мой год. Что тут я делаю? Так у вас хороший процесс? У вас процесс перехода в роспись, да, идет? Поймите, чем в обществе меньше культуры нравственной, тем меньше шансов создать нормальный брак. И женщина должна все равно идти на это. Если она встретилась с человеком, который не доверяет ей настолько, чтобы пойти и расписаться с ней, это значит, что это доверие нужно в его сердце растить с помощью своей правильной жизни. Если вы так будете делать, он несомненно пойдет в этот ЗАГС, ему некуда деваться. Больше того, он потом пойдет обязательно и поменчается. Потому что запомните, эти шаги у мужчины указывают всего лишь на победу в жизни женщины. Мужчина не может быть сильнее любви. он просто из чувства долга для вас это сделает. Скажет, ради тебя. Просто пойдем, мне эта роспись 100 лет не нужна, ради тебя. А потом он поймет, зачем это надо со временем. надо просто понять, что гражданский брак это путь к росписи. Есть два пути. Первый путь, правильное общение до замужества создает возможность расписаться, потому что люди, когда общаются до замужества, они должны ставить условия друг к другу в совместной жизни, они должны просто мечтать, они спрашивать должны, ты вот это сделаешь, если я буду с тобой жить? Если не сделаешь, тогда подождем, пока не будем расписываться. Мужчина, когда он добивается женщины, он созревает очень сильно. И женщина должна способствовать этому созреванию. Она должна держать его на дистанции, как психически, так физически. Она не должна подпускать его себе слишком близко, она должна требовать от него свои требования совместной жизни, ему ставить. И он должен к этим требованиям достигать через работу над собой, через любовь. Так как он ее любит, у него меняется восприятие мира в это время, через любовь приходят знания. И мужчина созревает до правильной жизни, до того, как создается семья. Поэтому в древней культуре говорилось, не надо ложиться в постель раньше, чем вы все эти требования получили, ответы на них. И по факту лучше сначала расписаться, а потом уже вот эти отношения. Некоторые думают, а если у нас там ничего не получится, подруга. Но это тоже есть ответ. Я выражаю свой вызов, даю вызов всем, вызываю всех сексопатологов сейчас этим ответом. На самом деле счастье в интимной жизни возникает только по одной причине. если люди очень глубоко, честно, искренне начали относиться друг к другу. Их чистота, она распространится также и на нижние психические центры. И они там тоже в этих отношениях поймут друг друга. Потому что расстройство половых отношений всегда из-за непонимания происходит. Всегда из-за того, что ты не понимаешь другого человека, хочешь наслаждаться его телом, а не служить ему. А в этих отношениях тоже надо служить друг другу. Понимаете? И тогда будет счастье. А люди думают, а если я не знаю, что там будет, что же я с ним буду жить. Так или иначе, я не могу ничего сейчас поменять. У нас культура далеко не нравственная, не духовная сейчас в обществе. Поэтому как получилось, так получилось. Но знаете, что если получилось все правильно, тогда не надо беспокоиться о том, чтобы мужчина пошел в ЗАГС. Потому что он идет раньше, чем что-либо происходит. Так правильно. Но если у вас не получилось правильно, тогда хотя бы каким-то образом доведите его до туда. Потому что это обязанность женщины привести мужчину в ЗАГС. Понимаете, очень часто есть явное знание, а есть тайное. Явно мужчина должен взять женщину и ввести ее в ЗАГС. но тайно женщина ведет мужчину в ЗАГС. Явно мужчина делает предложение женщине, но тайно женщина принимает мужчину. Понимаете? Женщина энергии, половая энергия имеет горячую природу, она привлекает к себе и тянет. А у мужчины холодную природу. Поэтому первый шаг все равно от женщины идет. Она должна притянуть себе человека. И точно так же в ЗАГС она должна потянуть его своей силой. Заставить его идти туда. Ну, конечно, если он ответственный, достаточно, что он сам пойдет. Но проблема заключается в том, и вернее, не проблема, а знание для женщины заключается в том, что в наше время в основном мужчины все безответственны. И надо золото взять из грязи и помыть. Ну, то есть, если вы видите, тенденции есть у человека, надо выходить за него замуж, и постепенно он станет ответственным со временем. Вот это правильный подход. А ждать себе ответственного, хорошего и развитого, это можно не дождаться. Так что у вас все хорошо. Все идет в соответствии с местом и временем нашей жизни. Что мужчине какое-то время нужно для осознания, что ему надо расписываться в наше время. Спасибо вам. Что делать, если близкий человек... Такая система. Знакомая система, да? Означает эгоизм. То есть, система означает эгоизм. Нет никаких разладов в отношениях, есть только плохая судьба. Допустим, если через моего близкого человека плохая судьба идет, это значит, что ему не хватает счастья, он требует его у меня. И если я ему не даю, значит, он будет меня обижать. Ну, то есть, жена может меня начать обижать, когда у нее не хватает счастья, и я ей по какой-то причине не дал. Допустим, я занят чем-то другим, или не понял чего-то, или у меня не хватило сил. другим. Знакомая ситуация? То есть, почему возникают конфликты в семье? Есть только одна причина – нехватка счастья. Больше нет причин. И есть еще другая причина – это сильное ожидание счастья от другого человека. Есть только один способ получать счастье в этой жизни – это служить Богу. Молитва, духовная практика, слушание лекций, забота о других людях, забота о природе, о животных, о детях, о муже, о близких, родственниках, и вопрос о людях приносит в сердце незаслуженное счастье. То есть тебе по судьбе не положено, а ты позаботился и получил как благодарность счастье. Но это счастье имеет другую природу. Она не такая балдежная. Вот допустим, ну привожу просто простой пример. Иду по улице, смотрю, бабушка пытается перейти через дорогу и не может, потому что она переходит через садовое кольцо. Через него перейти невозможно. Вот. И она плохо видит. Я говорю, бабушка, вы чего хотите-то? Она говорит, хлебушка. Там, смотрю, хлебный магазин с другой стороны. Я пошел, говорю, вы стойте здесь, сейчас я вам принесу хлебушку. Пошел, через переход, купил хлеба, принес, ей дал. Она слепая трогает хлеб. и она смотрит, ну, как бы, на меня направо, она не понимает. Она еще раз прогает, ну, хлеб, это хлеб, да. Как бы, она думает, может, ее обманули, там, что, ну, мне еще нет, как бы, полного понимания, но она берет хлеб и идет назад домой. Говорит, спасибо. Но в сердце радость. Но она другую природу имеет. Она имеет природу тихую, спокойную, твердую, такую. Не то, что к тебе подбежали, ой, я тебя так люблю. Не такая радость. Тихая, спокойная, глубокая, чистая, светлая, настоящая. Радость и приходит от служения, от заботы. Она вместе с усталостью часто собрежена. Иногда приходится после лекции нет никаких сил. Когда уже садишься в машину и уже думаешь, все, сейчас буду отдыхать. В этот момент берег кто-то не дает закрыть. Еще один вопросик. Последний. И потом 20 минут еще в машине отвечаешь на последний вопрос. И сил уже вообще потом никаких нет. Но сердце радуется, потому что Господь, когда он радуется в сердце, если ты служишь, выполняешь свой долг, тогда Господь приносит тебе другой тип радости, который наполняет человека силой изнутри. Вот эта сила как раз изнутри и дает возможность пережить все трудности личных отношений. потому что когда человек слаб изнутри, он всегда хочет этой силы от других, от близкого человека и всегда нарывается на скандал. Потому что или чаще всего нарывается на скандал. Потому что очень редко бывает так, что в тот момент, когда ты хочешь силы от близкого человека, в этот как раз момент она у него и есть. чаще всего наоборот. Плохая судьба истощает сердца обоих людей сразу. И у него нет силы, и у нее нет силы. И они начинают конфликтовать. Почему? Потому что они ждут помощи, а помощи нет. Теперь представьте себе конфликт, в котором вы ничего не ждете от близкого человека. Даже если он сам приносит вам беспокойство и страдания, будет конфликт это в это время или нет? Нет. Если вы ничего от него не ждете, то значит ничего и не произойдет. Потому что конфликт возникает от того, что вы ждали. Но если вы ничего не ждете, а он допустим несчастен, возмущен, он вас унижает, но вы ничего не ждали в это время будет конфликт. Вы даже не понимаете о чем я говорил. А? не будет, потому что вы просто примете от него спокойно это все и простите ему. Когда человек может прощать, потому что он ничего не ждал. Не то, что он разочаровался в человеке, ничего от него не ждет, типа чао-ба-би-на-сори. Нет, он просто изнутри самодостаточный человек. Он наполнен счастьем от Бога изнутри. И когда близкий человек конючит, делает какие-то глупости, он просто прощает ему. Потому что у него на это есть силы прощать. А силы берутся от Бога всегда прощать. Конфликт всегда означает истощение. Не надо его как воспринимать как враждебность, потому что когда человек получает боль от близкого человека, первое, что приходит в голову, это ощущение враждебности от него. Это самообман. Рядом с нами не живет враг. Это наш близкий человек, дорогой. Он не враг, не плохой человек, он хороший человек, но он не может тебе сейчас подарить счастья. по той причине, что у него его нет. А так как ты просишь, поэтому он становится врагом. Единственная причина страданий в семейной жизни это не самодостаточность. Когда человек недостаточно в жизни занимается духовной практикой, он зависит в своем счастье от близкого человека. А вот это и есть засада. Потому что зависимость счастья от близкого человека всегда включает карму. Означает, что именно через него и придут кроме Бога в жизни, оттуда и придет страдание. Как это происходит в механизме я вам сейчас объясню. Вам не скучно? Вот смотрите, природа счастья в семье всегда как закон сообщающихся сосудов. Всегда на одной ватролинии. Если у вас уменьшается счастье, вы берете его автоматически у близкого человека, даже сами того не зная, потому что ваша энергия счастья в сердце сообщающие сосуды. Если ребенок заболел, вы беспокоитесь. Беспокойство означает, вы отдаете ему счастье. Почему беспокойство? Потому что у вас уже самой не хватает, а вам приходится ему отдавать. Это называется беспокойством. Если у вас хватает, он заболел, значит он просто выздоровеет. Он не будет болеть, если у вас хватает на него энергии. Болезни или боль, отчаяние, проблемы всегда означает, что в семье совместной энергии не хватает. Это происходит само собой по судьбе. Бывает, что так сильно не хватает, что люди просто с ума сходят от несчастья. И это совместно. Один человек это чувствует просто как свою судьбу, а другой как насилие над собой. Вот представьте рядом с вами несчастный, безработный, больной, замученный человек. Вы будете чувствовать себя удовлетворенным рядом с ним. Да, если он вам при этом отдает всего себя, ну то есть он вас любит, как вы говорите, тогда такого человека не жалко, все что угодно бы с ним не происходило. Если вы чувствуете от него веру, надежду и любовь, тогда вы сможете с ним жить и дальше. Но если он капризничает, конючит, ничего не отдает и еще и страдает сам и не дает вам счастья, тогда засада. Какой бы вы верный человек ни были, будете страдать и думать, господи, зачем я с этим человеком связался или связался. Понимаете, в этом мире надеяться на то, что именно человек сделает тебя счастливым, это и есть самое главное безумие. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok